МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. За главными событиями вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенера. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффективное взаимодействие. Глава Чувашии встретился с руководителями фракции Госсовета. Я бы в повары пошел. К чебоксарской школе номер 38 прошел кулинарный поединок. Юрьевские стили в республике отмечают 80-летие известного художника Элли Юрьева. Сегодня в составе кабинета министров Чувашии появился третий вице-премьер. На эту должность назначен руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. Глава Чувашии подписал указ, руководствуясь региональной конституцией. В правительстве республики вновь назначенный вице-премьер будет выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления. Михаил Игнацев отметил, что несмотря на потенциальные угрозы со стороны экстремистских организаций, в Чувашии должна быть сохранена стабильная обстановка. Еще одна задача заместителя председателя кабинета министров – пресечение коррупционных преступлений в регионе. И касаясь национального плана противодействия коррупции, мы эффективно работаем. Михаил Игнацев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приложском федеральном округе, определил нашу Чувашию республики пилотным регионам. В ней ездили, докладывали. И с учетом того, что на самом деле мы эффективно работаем, преступления, правонарушения выявляются. Многое сделали, но еще вопросы с учетом данных вонных президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путина, с учетом поставленных задач перед руководителями регионов Российской Федерации, мы должны здесь эффективно действовать. И те задачи, которые возложены были на руководителя администрации главы, мы старались выполнять честно, с достоинством. Но с учетом той дополнительной нагрузки, которую сегодня вы определили, и по контрольной зоной деятельности, и по вопросу правопорядка, по взаимодействию с правоохранительными органами, отдельное направление по противодействию коррупции, ну, дополнительно налагает у нас дополнительные задачи. Я думаю, с той командой, которой мы сегодня работаем, мы с этими задачами справимся. Сегодня же глава Чувашии встретился с руководителями фракции политических партий, представленных в Государственном Совете Республики. Михаил Игнатьев обсудил с депутатами подготовку к очередной сессии. Ожидается, что именно на ней состоится отчет главы Чувашии перед депутатами о деятельности Кабинета Министров. С руководителями фракции Госсовета глава Чувашии встречается регулярно. Правительство Республики отмечает Михаил Игнатьев. Важно иметь канал обратной связи с партиями, которые представлены в региональном парламенте. На уровне Кабинета Министров готовы выслушивать все эти просьбы, предложения, возмущения, которые ставят перед депутатами Государственного Совета наши избиратели, жители Чувашской Республики. Эти обращения мы получаем. Во многом, в принципе, рабочее, конструктивное взаимодействие налажено. В прошлом году депутаты Госсовета рассмотрели ровно 100 законодательных актов. Они касались основных направлений деятельности, исполнительные законодательные власти. Все, что было связано с исполнением социальных обязательств, рассматривалось в первую очередь. В ближайшее время депутатам предстоит утвердить бюджетные корректировки. Учитывая, что на очередную, то есть, седьмую сессию в этом проекте повестки дня у нас и внесение изменений Конституции Чувашской Республики, и, ну, основное это внесение изменений закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 16-й год. Это нас радует, потому что это сторону увеличения, это дополнительные деньги, финансы, потому что мы депутаты, государство, совет, наверное, за жителей республики в ответе, как и глава Чувашской Республики, как и кабинет министров, мы в одной команде. А уже в апреле глава республики представят депутатам отчет о деятельности кабинета министров. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Фонд развития гражданского общества представил 13-й выпуск рейтинга эффективности губернаторов. Эксперты фонда отмечают, что глава Чувашии улучшил свои позиции на два пункта. Михаил Игнатьев сохранил позиции во второй группе высокий рейтинг и занимает вместе с губернатором Брянской области 32-33 места. Среди глав регионов ПФО Михаил Игнатьев занимает пятую позицию. Методика рейтинга построена на основе пяти тематических модулей. Объем валового регионального продукта, его объем на душу населения, динамика промышленного производства, уровень средней заработной платы, а также соотношение зарплаты к стоимости потребительской корзины. Неформальная занятость в России достигла более 20% всего работающего населения страны, а это 15 миллионов человек. Таковы данные Росстата. Как можно снизить уровень теневой занятости обсуждают сейчас на всех уровнях. Министр экономического развития республики Владимир Аврелькин провел совещание с представителями администрации муниципальных районов и городских округов. Розничная торговля, сельское хозяйство и строительство – таков антирейтинг отраслей, где больше всего трудятся неофициально. Самые распространенные случаи, конечно, это, с которыми надо бороться. То, когда работодатели не оформляют трудовые отношения с работниками. Таких фактов допускается постоянно масса. К сожалению, действительно, многие индивидуальные предприниматели, организации, они вынуждены прибегать к таким схемам, чтобы получить максимальную прибыль, уйти, занизить свою налогооблагаемую базу. Впрочем, в борьбе с беззаконием главное не переусердствовать и самому не стать нарушителем. К рейдам по выявлению нелегальных работников есть ряд требований. Администрация города собирает информацию о том, где выявлялись нарушения, какие отрасли наиболее подвержены нарушениям. И потом уже в ходе совещания мы принимаем решение о том, где, в какой примерно промежуток времени, период, будут проведены рейды. Во всех рейдах, чтобы они были действительно, эти проверки в ходе рейдов, законными, обязательное участие должен принимать прокурор. Участники также обсудили легализацию серых зарплат, вопрос оформления трудовых отношений. В Чебоксарах побывал руководитель Центра независимого мониторинга и исполнения указов президента России и народной экспертизы Николай Николаев. В ходе визита он проинспектировал злополучный дом номер два по улице Дементьева в Чебоксарах. Именно в него заселили участников программы расселения аварийного жилья. Мы не раз рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись жильцы нового дома. Как они перезимовали в нашем репортаже. Вот так в теплой обуви ходят в квартире Галина Егоровна. В ее квартире в доме на Дементьева-2 всю зиму холодные полы, а горячей воды нет ни в ванной, ни на кухне. Прокладитель Центра независимой экспертизы Николай Николаев зашел в две квартиры на первом этаже дома. И в обеих холодные полы. Нет, босиком, если ходить без тапочки, ноги межнут. А что говорят управляющие компании? Видите, что говорят? Ну, якобы, это первый год. Вот терпите. Дома по адресу Дементьева-2 не везло с самого начала. Летом 15-го года сюда переселили жители аварийного дома. Сразу после сдачи здания в эксплуатацию просела и обрушилась входная группа одного из подъездов, а в технологическом подвале стала скопливаться вода. Вентиляция оставляет желать лучшего, а из-за того, что дом недостроен, на первом этаже должны размещаться бизнес-объекты, которых до сих пор нет. В квартирах холодно. Жители дома неоднократно жаловались и в управляющей компанией в Чувашское отделение Общероссийского народного фронта. Кто конкретно персонально подписывал сдачу в эксплуатацию дома? Ну, вот персонально кто подписывал эту историю? Вот человек, который может, в принципе, понимать, наверное, если он зайдет в эксплуатацию, что зима наступает и вот здесь вот не закрыто. И вот это вот будет. Ну, это нормальная ситуация. Вот я хочу просто понять, кто персональный человек, который подписал этот акт. Представитель управляющей компании сообщила, что за всю зиму от жильцов поступили только две жалобы на холод в квартирах. И после того, как трубы были закрыты специальным материалом, а сам первый этаж временными стенами, жалобы прекратились. Есть нормы же, правильно ли? Да, конечно. Санкт-пин, да. Если эти нормы нарушаются, значит, тех мер, которые были осуществлены, их недостаточно. Если они не нарушаются, значит, слава богу, все довольны. В ситуации, когда осуществлены меры, которых недостаточно, дом простоял практически всю зиму. Я все равно буду доказывать то, что в том помещении, над чем находится жилая часть, там плюсовая температура. Вы можете доказать сколько угодно. Вы это людям докажите, что это не холодно. Николай Николаев рекомендовал управляющей организации составить план график устранения недостатков о региональному штабу ОНФ добиваться его строгого исполнения. Кроме того, он предупредил, что Центр приведет экспертизу документов, на основании которых дом был принят в эксплуатацию и разрешено его заселение. В случае, если будет выявлено, что дом принят незаконно, то Центр народной экспертизы будет наставить на отзыве акта приемки. Татьяна Молкова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Во время одной из рабочих поездок в Новочебоксар глава Республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что теплотрасса, проходящая по территории общежития политехнического техникума, не изолирована. Это нарушение технологических норм, которые ведет за собой потери тепла и лишние начисления в квитанциях за услуги ЖКХ. Люди правильно возмущаются. Потом же мы начисления делаем на жителей многоквартирных домов, а эти потери-то кем-то должны возмещаться. Но неужели не хватает сил и немножко средств для того, чтобы закутать, залатать культурно, аккуратно? Это же экономия тепла, и никаких потерь не будет. Вот это бесхозяйственность. Разберемся, кому принадлежат эти трубы. Кто виновник такой бесхозяйственности, выяснить на месте не удалось. Вопрос о принадлежности теплотрассы глава Чувашии поднял еще раз на еженедельном совещании. За неделю после обнаружения этого факта никаких мер не было принято. Принадлежат ООО коммунальной сети города Новочебоксарска и по договору аренды эксплуатируются ООО коммунальной технологии. До сих пор не залатали, да? Пока нет на сегодняшний день. Вопрос на контроле. Какой на контроле? На улице мороз стоит. Еще, наверное, месяц почти вся такая погода будет. Всю зиму вот эти трубы голые были. Нам удалось связаться с начальником управления городского хозяйства администрации Новочебоксарской Верой Кузьминой. По ее словам, поврежденная изоляция на этом участке восстановлена, а в будущем он будет полностью реконструирован. В октябре 2015 года был выдан паспорт готовности к отопительному сезону, который говорит о том, что сети были надлежащим образом подготовлены к эксплуатации. Просто в зимний период у нас бывают такие моменты, когда изоляция расходится. В связи с тем, что погодные условия в этом году довольно-таки разные были. Поэтому сейчас весной они обойдут все участки, посмотрят. Ну а так этот участок, в принципе, планируется перереконструировать, провести реконструкцию выданной техусловия технопарку «Интеграл» города Новочебоксарска на перенос данного участка. Мы продолжаем рассказ о людях труда. Уже много десятков лет сеет разумная, добрая и вечная семья учителей Михайловых из села Чувашская Сарма, что в Аликовском районе республики. Эти талантливые и трудолюбивые учителя вырастили не одно поколение. 77 лет на двоих составляет педагогический стаж учителей английского и чувашского языков Вячеслава Дмитриевича и Маргариты Алексеевны Михайлова. Оба они выпускники Чувашского педагогического института. Один раз встретившись в его стенах, они уже больше не разлучались. Живут вместе уже 52 года, воспитали четверых детей. Одна из дочерей Алина продолжает семейную династию и работает педагогом начальных классов. Но своими детьми учителя считают по праву и всех учеников, которых они обучали языком. Свой секрет педагогического мастерства супруги Михайловы не скрывают. Если любишь детей, они тебя в любое время поймут. И тебя полюбят, и твой предмет полюбят. И с удовольствием они будут сидеть на твоих уроках, учиться и подражать своему любимому учителю во всем. Самое главное еще быть самому будущим учителем, человеком. Чтобы он был добрым, хорошим, приветливым. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Вячеслав Дмитриевич Михайлов активный участник художественной самодеятельности, играет на балалайке и даже пишет стихи для артистов Чувашской эстрады. Отличник народного просвещения Маргарита Алексеевна не уступает мужу в литературном таланте. Ее драма «Судьба» поставлена на сцене Республиканского театра юного зрителя. Их вклад в поддержание семейных устоев отмечен медалью за любовь и верность. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Три вечные профессии – лечить, учить и кормить. Кому что ближе сегодня пытались выяснить в 38-й школе. Там прошел кулинарный поединок. Ребята и взрослые сражались за звание лучших поваров. Подробности у Марии Шоклевой. Вот уже больше года в нескольких чебоксарских школах проходят факультативы по кулинарии. Технологи комбината школьного питания учат ребят готовить. Мы хотели бы до детей довести, что на сегодняшний день профессия повар, она, конечно, сложная, но она очень востребована на сегодняшний день. И если хоть несколько человек из участников захотят в свою дальнейшую жизнь связать с этой профессией, мы будем только рады. Кроме необычных уроков есть и праздники. Такой, как этот. За победу в кулинарном поединке сражались две команды. Сначала участникам нужно было приготовить вкусные и красивые булочки. Причем трех разных видов. Домашнюю, дорожную и московскую. Затем кулинары приступили к изготовлению винегрета. Причем сделать его надо было по специальной технологической карте. Я помогаю маме делать дом печеньки и готовить булочки. А самым сложным было сформировать правильно тесто для дальнейшего использования. Я сегодня поняла то, что поварам быть сложно. Я буду в дальнейшем уважать тех поваров, которые работают в детских садах и в школах. Они очень стараются и делают вкусную еду. Капитанов команд, известных общественных деятелей Чувашия, ждало еще одно испытание. Определить по картинке, из какой крупы сварена каша. Меня, конечно, удивила технология приготовления булочек, потому что никогда в жизни булочек у нас дома не готовили. И я не готовил. Всю жизнь я и мои дети, и моя семья только их поедали, покупая где-то. А сегодня впервые я увидел технологию приготовления разных булочек. Что касается моей команды, удивили меня даже от мала до велика. Миша, вот вроде бы там маленький мальчик, да, а он уже умеет чистить картошку и умеет ее резать. Это здорово. И остальные члены коллектива, каждый делал свою работу. И я считаю, что они, наверное, пути в плане того, что из них в будущем каждый будет владеть профессией кулинара. Я считаю, что профессия кулинара, наверное, самая важная в жизни. Потому что человек для того, чтобы что-нибудь сделать в жизни, сначала должен хорошо покушать. Команда Олега Таланова выиграла поединок. Их соперники перестарались с украшением винегрета. По правилам гигиены питания, с тарелок ничего не должно свисать, даже укроп. Оказывается, кулинария – это и наука, и искусство, и настоящее шоу. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. 80 лет исполняется со дня рождения известного чувашского художника Элли Юрьева. Живописец и график в историю республики он вошел так же, как геральдист и автор шрифта для государственных документов на чувашском языке. Сегодня Элли Михайловича вспоминали в Национальной библиотеке. Элли Юрьев с детства мечтал стать летчиком. Первой его любовью было небо, второй – живопись. На память о Тбилиси, где Элли Михайлович учился, сохранилась коллекция рисунков. В чувашском книжном издательстве, где он работал многие годы, авторы выстраивались в очередь за его иллюстрациями – яркими, необычными, непохожими ни на какие другие. Говорили даже о своеобразном юрьевском стиле. В начале 90-х годов Элли Михайлович победил в конкурсе на право разработать государственные символы Чувашской республики. Он был первым в России художником, кто решился использовать национальный орнамент не в качестве декоративных элементов, а как самостоятельные геральдические символы. Древо жизни и солярные звезды с Чувашской вышивки легли на полотнище нашего флага и украсили герб. Энергетика была просто, ну вот я хочу сказать, именно фантастическая. Бешеная, может быть, даже иногда бешеная, потому что целеустремленность была вот таковая. Если бы ни этого качества не было, он, скорее, все-таки не смог бы достичь таких успехов и высот в своей профессии во многих областях изобразительного искусства. Многие занимаются только чем-то одним – живописью, кто-то только графикой, кто-то медальерными искусствами и так далее. Ему было подвластно все. Чувашский шрифт, которым оформлены все государственные документы, разработал тоже Ильей Юрьев. Что примечательно, создавал он его без компьютера, как сейчас принято, без специальной аппаратуры – ручную. Кроме того, его кисти принадлежат к гербы Чебоксар и других городов нашей республики. Сувенирные значки России Чувашия 425 лет, памятные медали и знаки, гарнитуры наградных документов и печатей, декоративные элементы в архитектуре. Можно сказать, что Ильей Михайлович Юрьев оформил всю Чувашию. Талант, эрудиция и социальная активность – вот главные качества этих парней. Пять самых ярких представителей учебных заведений столицы Чувашии отстаивают честь родных вузов и СУЗов. Все это в реалити-шоу «Отличные студенты», которые стартуют на национальном телевидении Чувашии. Найти отличного студента – задача проекта. Нашим участникам предстоит пройти пять разножанровых конкурсов, чтобы доказать им все под силу. Знакомство с участниками и первый этап проекта, спортивный конкурс – все это в премьере программы. «Отличные студенты» сегодня в 21.00 на национальном телевидении Чувашии. Итак, в 21 час не пропустите премьеру «Отличных студентов». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин